Всем привет, это Павел Куксенко. Я являюсь сооснователем и президентом Национальной ассоциации аукционных брокеров. Опять рубрика «Юрист на час». Сегодня все меньше буду говорить юридической терминологией, все меньше буду ссылаться на статьи и на требования закона, а поговорю о том, что происходит в реальности, в процедуре банкротства и почему очень часто мы видим, либо не видим заключение оценщика об оценке имущества конкретного банкрота. Коллеги, чтобы быть в теме, что называется, давайте вернемся к тому, зачем это вообще нужно делать. Оценка имущества производится на основании требований закона о том, что такая оценка должна быть приложена к любому имуществу, который реализуют на торгах по банкротству. Но в то же время, уважаемые коллеги, к примеру, в процедуре банкротства физического лица оценка имущества не в обязательном порядке производится. Я вам больше скажу, оценку могут вообще не производить и на этом могут найти вполне резонные объяснения перед судом. Суд всегда может спросить арбитражного управляющего, а почему вы не приложили оценку, почему вы ее не сделали? Арбитражный управляющий всегда может сказать, а у меня нет денег, мне просто нечем заплатить оценщикам, чтобы эту оценку приложить и таким образом ускорить реализацию имущества. Суд ничего не может с этим поделать и вынужден принять эту сторону. Но очень часто, коллеги, мы видим, что оценка крайне неадекватная. Имущество, которое выкладывается на реализацию на торгах по банкротству, не соответствует действительности, либо ценник задран так, что непонятно вообще, какой оценщик это делал. Тут логика очень простая. Мы очень часто ищем причину там, где ее просто нет. Я знаю, что арбитражные управляющие просто-напросто получают откат от оценщиков и за эти действия им возвращают денежку. Ну, некий кэшбэк, если хотите. Говорить об этом мне не стыдно, говорить об этом я вынужден. И это и есть, друзья, это современные реалии, это то, что в реальности происходит здесь и сейчас. Поэтому, коллеги, очень часто те арбитражные управляющие, которые заказывают оценку, они очень часто и ставят задачу. Тебе нужно, чтобы оценка была вот такая, чтобы она была задрана. Или наоборот, чтобы она была занижена и так далее. Когда оценщик и арбитражные управляющие вступают вот в такие финансовые взаимоотношения, а живем мы в России, жди беды. И здесь мы видим то, что видим, уважаемые коллеги. И поэтому официальный отчет оценщика, я не рекомендую на него опираться, как на истину в последней инстанции. Я рекомендую вам ознакомливаться с этим, как с характеризующим материалом, как с информацией, которая содержит фотографии, какую-то дополнительную информацию, какие-то четкие номера. Там указана какая-то еще дополнительная информация и так далее. Изучать это нужно, но так, чтобы вы базировались на этом. И у вас, к примеру, отчет оценщика был основным ценообразующим фактором. Так делать некорректно, поскольку это будет не совсем правильно с точки зрения бизнеса. На это нужно смотреть, но опираться на это нужно в последнюю очередь. Будьте грамотными, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите в колокольчик. И смотрите новые видосы, будет крайне интересно. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok